Здравствуйте, народный контроль. У вас терминалы есть? А почему? Не, я устанавливаю терминалы, я воздитель. Вам не выдавали, да? Мне не выдавали. На некоторых маршрутах терминалов действительно нет, а именно на 12. Все они принадлежат автопредприятию «Транссервис-6». Перевозчик планирует установить оборудование в конце августа. А в некоторых автобусах терминал для безналичной оплаты проезда просто отсутствует в поле зрения пассажиров. Но от народного контроля не скрыться. Сочинские активисты провели собственное расследование. Вот я проверила на данный момент, ну уже, значит, 10 автобусов. В трех терминалы были спрятаны. Только когда я попросила, он достал откуда-то оттуда терминал и дал мне его. А так большинство автобусов оборудовано. Вот сейчас прям чуть ли не поругались немножко. Куда я его буду ставить? То есть коробку для мелочи. У него есть куда поставить? Вот такая стоит. А терминал некуда. Он может упасть, он может... Миллион причин. Потому что деньги, которые идут через терминал, это идут в бюджет, а те, которые идут наличными, это идут в карман. Всего лишь на все. Цифровизация внедряется повсеместно. Новые технологии ускоряют многие процессы. И сегодня это стало возможным даже в городском автобусе. Благодаря безналичной оплате можно быстрее выйти из автобуса, утверждают пассажиры. Захожу в автобус, я считаю, что так удобнее. Зашла, сразу заплатила. Пришла, присела. Мне уже надо выйти, а у меня передо мной стоит 15 человек очередь. Я выйти не могу, я уже расплатилась. А он не выпускает никого. Ну вот это очень неудобно. Пришла, приложила и ушла. Не стоять вот эту вот длинную очередь. Я так уже сама умею. Нажала на единичку и поехала. Это мой любимый маршрут. Мы из Твери. Здесь, в Сочи, увидели, что есть такая система оплаты банковскими картами, маршрутных автобусах. И нам хочется, чтобы у нас в городе ввели такую систему оплаты. Ну, не везде они по картам принимают. Да, есть такая проблема такая. Ну, сейчас же у всех карты, в основном все с картами ходят. Конечно, по картам удобнее. Замечания у народного контроля сразу к нескольким коммерческим перевозчикам. Это экспресс-авто, трасса, автотранспортник. Муниципальные автобусы с нарушениями пока не попадались. Водители МУП «СУЧАВТОТРАНС» даже сетуют, что пока не все пассажиры пользуются современными технологиями. Терминалы как бы давно стоят, но люди еще не привыкли к этому. Ну, приходят 50 на 50, да, оплачивают. Плюс это то, что нету налички. То, что нету денег, меньше ответственности за все. На общественном транспорте есть ориентир – специальная наклейка, которая указывает, что в этом автобусе проезд можно оплатить картой. Поэтому, если есть наклейка, но нет терминала, пассажир вправе потребовать у водителя предоставить новую услугу. Ну, а если спрятанный терминал обнаружит контролер, то информация о водителе-нарушителе поступит в городской департамент транспорта. И тогда держать ответ уже придется руководству предприятия. Об этом перевозчикам сегодня и заявил глава Сочи. Результаты мониторинга, который народный контроль проводил в течение недели, мэру доложили в присутствии перевозчиков. Мы один раз предупредили, второго раза уже не будет. Мы будем их убирать с маршрута. С учетом того, что сочинский рынок такой круглогодичный, такой активный, желающих достаточно много. Здесь просто вы должны понять, волонтеры, которые занялись этой работой, работать надо честно. И в условиях, скажем, вашей работы, такой правдивой, все перевозчики поймут, что у нас вариантов нет. Безналичная оплата она должна быть. Просто-напросто. Если не будет, они должны этот маршрут покинуть. Прецедент того, что маршруты у перевозчика могут забрать, уже есть. Как пример предприятие трассы, нарушившее договор о приобретении новых автобусов. Дело уже в арбитражном суде. Установка терминалов – это тоже обязательное условие контракта с администрацией города. Наказание не избежать. Работа народного контроля только усиливается. На линию выходят 147 человек по количеству маршрутов Сочи. А к проверке нарушителей может подключиться и ОБЭП.